Доброго времени суток! Действующий чемпион Украины и участник финала 4-х Балтийской лиги Одесский женский баскетбольный клуб Интерхим с дешор имени Бориса Литвака старательно готовится к сезону 2016-2017 годов. Ирина Щипакина со своими подопечными уже успели поработать над физической подготовкой на Одесском стадионе «Динамо» и сейчас перешли к тренировкам в игровом зале родной для себя с дешор имени Бориса Литвака, где отрабатывают работу с мячом и командные взаимодействия. Чемпионат Украины сортует еще не скоро, но у Интерхима нет времени на раскачку, ведь уже через три недели начнется предсезонный так называемый выставочный турнир Балтийской женской баскетбольной лиги. Эти соревнования пройдут с 15 по 18 сентября в литовском городе Друзки-Нинкай. Одесские баскетболистки будут выступать в предварительной группе «Б» вместе с московским «Динамо», кибер-штизом из Вильнюса и Гродненской Олимпией. В прошлом году мы получили хорошую закалку, участвуя в Балтийской лиге. Конечно, этот турнир, я считаю, высокого уровня, потому что команды довольно приличные. «Динамо Москва» у нас под группой, «Кибер-штиз», то есть там команды из Польши, чемпионы Литвы. В общем, много команд, которые в довольно высоком уровне. Поэтому бояться мы не собираемся, мы хотим поехать себя посмотреть, заодно увидеть, кто у нас справится с позицией первого номера. Ну и проявить себя над девчонками, потому что игр в Украине, ну играть в спарринг, мы пытаемся, мы сыграем пару спаррингов до выезда. Но так, чтобы спарринг был, такого нету, и поэтому мы поедем и будем бороться. После чемпионского сезона 2015-2016 годов в составе одесского интерхима произошли хоть и небольшие, но очень существенные изменения. Пожалуй, больше всего одесской команде будет не хватать ее лидера Арины Белоцерковской. Впрочем, Ирина Щипакина получила и новое пополнение. Она надеется в ближайшее время решить все кадровые проблемы и с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее своей команды. У нас с команды с прошлого года 4 человека ушли. Это Арина Белоцерковская, Катя Добрикова, они уехали в Литву. Оля Краевская вернулась в Тимсков. Команда возобновила свое существование. И Оля Борисенко, мы ее попросили в прошлом году, она помогла нам в чемпионате. Она тоже сказала, что она не будет участвовать в этом году в чемпионате. А кем мы пополнили состав? Маша Ковтун, центровая, она во Львове живет. На Украине еще не играла она, 92-го года рождения. И Юля Глаченко, наш ветеран. Еще у меня есть такое, чтобы Дину Матвееву привлечь. Может быть, в начале сезона она сможет нам помочь. Она не тренируется, но у нее есть огромное желание. Может быть, я же говорю, не с начала сезона, а где-то с середины, может, она нам чем-то поможет. Саша Калибовчук, просто она наша, вернулась, сказала, что попробует. Я надеюсь, что у нее получится, у нее есть хорошие задатки, способные. Я надеюсь, что она поможет нам, наберет форму ту, которая ей нужна. Предсезонный турнир Балтийской лиги с участием Интерхима стартует через несколько недель. А уже в конце сентября начнется и 23-й чемпионат Балтийской лиги. Жеребевка под групп состоялась 23 августа в городе Вильнюсе. Интерхим с дешорами Литвака будет играть в группе «Б», где соперницами одесситок станут Курская Динамо, Олимпия из города Гродно, Аистес Элсоу из Кауноса и эстонская Медиарапла. 27 августа на Одесском пляже Копакабана, расположенном на 14-й станции Большого фонтана, определилась тройка призеров открытого чемпионата города по пляжному футболу. Досрочным победителем этого турнира, проводящегося под эгидой Лиги Содружества, оказался коллектив ПСВ, который на данный момент выиграл все шесть проведенных матчей. А вот на два других призовых места в теории вопроса претендовал целый квартет команд-участниц. Пляжный футбол в Одессе любят. Это прекрасный вид спорта для многих футзалистов, мини-футболистов, футболистов вообще большого поля. Это повод выбраться на море непосредственно, сыграть в любимую игру, где-то специфическая, отскоки своеобразные, и искупаться на том же море. Но, к сожалению, у нас в городе последние годы этому виду спорта вообще время не уделяется никакое внимание и не оказывается по большому счету никакая помощь. Два года назад мы проводили турнир чемпионата города. Состав участников было 10 команд. В прошлом году мы провели только однодневный турнир. И, к сожалению, на сегодняшний день можно посмотреть даже на игру, на турнирную таблицу. К сожалению, уровень пляжного футбола в Одессе, конечно, он упал. Вообще футбол переживает сейчас тяжелые времена, потому что футбол ввиду своей популярности, он социально очень значим. Соответственно, зависит от ситуации, которая в стране, которая в государстве. Ситуация у нас сейчас не самая лучшая, поэтому это отражается все и на футболе, и на футзале. И в данном случае на пляжном футболе. Ситуация еще усложняется тем, что, как мне кажется, наверное, все-таки больше надо уделять ассоциации пляжного футбола больше внимания пляжному футболу в регионах. Программу субботнего вечера открыл поединок представителей Одесской мини-футбольной лиги Содружества и команды «Лекс». Первый и второй таймы этого противостояния успеха ни одной из команд не принесли, завершившись в ничью 0-0. Судьба встречи была решена в концовке заключительного третьего периода, а ее героем оказался игрок команды «Лекс» Станислав Лобан, точный удар которого стал не только одним из самых эффектных в этот вечер, но и победным для его команды 1-0. Обе команды играли в источенных составах, оборона сыграла лучше, чем нападение, против вратарей здорово сыграли, что у нас, в Боблане, что у них. Поэтому игра оказалась действительно сложной. Сыграли просто на морально волевых, уже выжили в конце все, что последние силы отдали, поэтому добились победы. Стас, ты являешься опытным игроком, прошедшим профессиональный футбол, мини-футбол. Да, что для тебя пляжный футбол, в частности, участие в этом турнире? Сейчас это чистое удовольствие. Я получаю действительно от пляжного футбола удовольствие. Так, здесь очень многое зависит от техники, контроль мяча, передачи. Как бы меньше силовая тоже игра дает о себе, но больше как бы технические навыки. Поэтому просто приходишь, получаешь удовольствие. Встреча между одесским клубом «Ретро» и «Черноморским стартом» прошла по диктовку гостей Черноморска. Хотя первый тайм, завершившийся со счетом 2-1, особых неприятностей для одесситов не предвещал. Но вот во втором «Ретро» пропустила в свои ворота еще четыре мяча. И игра под опечными Георгия Головацкого была, что называется, сделана. Окончательный итог этого поединка – 7-2 в пользу гостей из Черноморска, которые гарантировали себе место на призовом пьедестале почета. А вот с каким оттенком будут эти медали, станет известно 3 сентября, когда заключительную игру чемпионата проведет их главный конкурент в борьбе за серебро – команда «Кодыма», отстающая от старта на одну очко. Каждый матч на данном турнире проходит на каком-то определенном уровне. Сегодня так казалось бы, что мы легко выиграли, но на самом деле, хочу сказать, что соперник очень-очень достойный. Ваша команда представляет славный город Черноморск, где пляжный футбол тоже, скажем так, на достаточно высоком уровне. Чем обусловлено ваше участие в одесском турнире? На данный момент времени у нас в городе чемпионата по пляжному футболу не проводится, поэтому вынуждены приехать к вам в гости в Одессу и поучаствовать в замечательном чемпионате. Наконец, по итогам поединка «Сигейт Кодыма» определился третий лауреат чемпионата Одессы по пляжному футболу 2016 года. Для того, чтобы гарантировать себе призовое место, Кодыме необходимо было обязательно выигрывать. И с этой задачей игроки коллектива справились более чем успешно, хотя первый тайм определенной ясности в этом опросе не дал. Всего лишь 3-2. Однако с каждым последующим сыгранным периодом сил у «Сигейта» оставалось все меньше и меньше, а в заключительном третьем игровом отрезке команда попросту перестала играть и закономерно уступила Кодыме со счетом 2-11. Результат закономерен. У нас было еще множество моментов забить. У нас самое главное сегодня было взять третий лауреатчика, чтобы побороться за тройку. Ваша команда славится участием в мини-футбольных турнирах, футзальных. Насколько состав ее отличается от пляжной версии? Ну, костяк команды практически ничем не отличается. Тоже руководство, практически те же люди. Единственное, вот Ярик Горенко за нас пришел, очень помог, много забивает. А так, в принципе, костяк. Основная задача команды подготовиться к мини-футбольному сезону, набрать физические кондиции. Таким образом, перед заключительным игровым днем открытого чемпионата Одессы по пляжному футболу 2016 года, который намечен на субботу 3 сентября, мы имеем следующие турнирные расклады. Команда ПСВ с шестью победами в активе, досрочный победитель турнира. Черноморский старт с 15 очками расположился следом. Кодема с отставанием в один балл и одной игрой в запасе против ПСВ замыкает призовой пьедестал почета. От результата этой встречи и будет зависеть, кому достанется серебро турнира, а кому почетная бронза. В конце прошлой недели очередные поединки в рамках чемпионата Украины во втором профессиональном дивизионе провели одесские команды мастеров. Зарянские Балканы на стадионе имени Бориса Тропанца принимали Белоцерковский арсенал Киевщину. Уже на 13-й минуте встречи подопечный Андрея Пархоменко сумели открыть счет в матче. С передачи Анатолия Опри дебютный гол за свою новую команду записал себе в актив Михаил Шестаков. Впрочем, через 12 минут зарянским футболистам пришлось начинать все сначала. В одной из немногочисленных атак гостей из Белой церкви точный удар по воротам Балкан удалось нанести футболисту, фамилия которого оказалась идентичной населенному пункту, где происходила игра, Виталию Заре, сравнявшему счет поединки 1-1. Такой неожиданный поворот событий явно не входил в планы дебютанта профессиональных соревнований, и на 32-й минуте Балканы вновь вышли вперед. На этот раз передачей Вадима Златова по прямому назначению распорядился Константин Пархоменко, который установил итог первого тайма 2-1 в пользу зарянской команды. Вторая половина матча прошла с еще более ощутимым превосходством команды из Саратского района Одесской области, которая обязана была не просто развивать свой успех, но и доводить его чуть ли не до двузначной отметки. Однако футбольная фортуна напрочь в этот вечер отвернулась от лидера атак Балкан Александра Райчева и вышедшего на замену Эдуарда Лазаренко. Зато наступил звездный час для Вадима Златова, который в игре против Белоцерковского арсенала Киевщины сполна реабилитировался за гол собственные ворота в прошлом матче с Ингульцом-2. Именно Вадим и стал главным героем второго тайма, так сказать, собственно нужно еще дважды порази ворота канониров. Только при счете 1-4 футболисты из Белой Церкви нашли в себе силы провести ответный удар. На 67-й минуте Назар Ващенко во второй раз огорчил в артере Балкан Алексея Пламарчука. Однако к тому моменту все в этом поединке было уже ясно. Заренский клуб одерживает свою третью победу в сезоне, на этот раз со счетом 4-2. Мы знали, что здесь очень неплохая команда, я в этом убедился сегодня. Естественно сказалось. Почему? Потому что у нас молодые ребята, которые в мастерстве выступают. Ну если мы двигаемся, если мы боремся, то мы похожи на команду. Ну как показалось уже, в принципе, сегодня тоже моментами мы это показывали. Ну естественно сил не хватило и по первому тайму выпадало 3 человека. Это как минимум 3 человека. Так еще упирались, бодались, да, потом усталость дала о себе знать. Ну и я еще, так скажем, считаю достойным мы сегодня еще выступили. Если брать качество нашей игры, созданные моменты, на самом деле все видели, что были очень классные комбинации наигранные, особенно когда мы играли быстро, в одно-два касания, все выводилось, ну по-взрослому, мне нравится такой футбол. В этом плане мы выполнили полностью игру. Естественно я очень доволен игрой в обороне, потому что за две игры мы пропускаем при нашем полном преимуществе именно в организации игры контроля мяча и созданных моментов. И мы пропускаем столько голов, просто несопоставимо. Конечно, когда ты раскрыт, ты играешь в атакующий футбол, всегда у соперника будут моменты. Но если у соперника было сегодня даже один момент, первый там, понятно, сами себе привезли, второй просто на одном квадратном месте человек обыгрывает, просто простреливает, точно как в ингульце, когда второй гол ключевой. И мы над этим работали, и все равно это проходит. Невнимательность, потеря концентрации, когда 4-1 счет, это только на это могу все-таки свернуть. Но мы не можем давать шанс, тем более в таких. Да, вроде бы, что еще нужно 4-1 счет? Все равно нужно уже как бы заигрывать дальше и правильно играть. Начали спешить, все начали удивлять, все хотят забить. Как-то на себя играть, больше тянуть, не на команду, на одеяло. Это главная причина. И закономерно, что вот так происходит, если ты относишься к футболу немножко неуважительно. Поэтому, конечно, игрой и результатами я доволен. Но учитывая, что нам все-таки с двух моментов, с одного момента забили два, я не очень остался доволен. Обыграв со счетом 4-2 белосерковский коллектив «Арсенал Киевщина», подопечный Андрея Пархоменко после шести проведенных встреч набирают 10 очков и поднимаются на пятую позицию в турнирной таблице. В этот же день своих поклонников порадовала и одесская «Жемчужина», которая на стадионе «Спартак» разгромила Хмельницкая подолья 5-0. Эта победа позволила команде Дениса Колчина набрать 7 очков и подняться на восьмую позицию в турнирной таблице. И только одесский футбольный клуб «Риал Фарма» в шестом туре немного огорчил своих поклонников. В Мариуполе подопечный Александр Бондаренко со счетом 1-3 уступили второй команде местного Ильичовца, сохранив в своем активе 7 пунктов и девятую позицию в табеле о рангах. Следующий седьмой по счету тур во второй лиге Украины пройдет в период со 2 по 4 сентября. В эти сроки «Балканы» сыграют в Ивано-Франковске с тепловиком, «Жемчужина» встретится в вениках Львовской области с местным рухом, а «Риал Фарма» на стадионе «Спартак» примет николаевский судостроитель. Редактор субтитров А.Семкин